Как вы помните, в ночь с 29 на 30 августа, как мы его иногда называем, залезь и подверглась самой масштабной атаке дронами за все время войны. Был атакован не имеющий аналогов в мире аэродром Кресты где базируются военно-транспортные самолеты Ил-76, это те самые десанты с которых должен был захватить Киев за три дня. В результате, четыре борта этих ведер с болтами и гайками были уничтожены полностью, и еще два согласно спутниковым снимкам восстановлению не подлежат. Считается, что кроме них также был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-22. Изначально считалось, что это было несколько волн украинских БПЛА типа Боберпы 15 штук, которые преодолели минимум 700 километров Аждобскова где и расположен военный аэродром Кресты. Это кстати всего в 30 с копейками километрах от эстонской границы, из-за чего нарашки даже стали кричать о нападении НАТО из Эстонии и Литвы, потому что 700 километров расстояние немаленькое и это не может быть Украина. Но не об этом сегодня. О том, что очень может быть, что это были и не БПЛА, а ракеты с такой дальностью. Так решили некоторые украинские эксперты после того, как об этом загадочно сказал президент и гарант Конституции Украины Владимир Зеленский. В размышлениях экспертов о каком именно средстве поражения могла идти речь. Некоторые считают, что здесь мы можем отсекать модернизированный комплекс Нептун в варианте для ударов по наземным целям, поскольку по этой системе заявляется дальность применения до 400 километров. Другие считают, что уже существует вариант ракеты Нептун или какой-то реально новой ракеты с дальностью 700 и больше километров, но мы об этом не знаем. В свою очередь, в западных СМИ пишут, что Украина вообще уже ведет работы сразу по шести моделям беспилотников с дальностью действия в 1000 километров. Как вывод, либо беспилотники, которые пролетели 700 километров и не были замечены не имеющими аналогов в мире ПВО, это очень крутые беспилотники. Либо Украина долбанула парочкой ракет по крестам, но не имеющие аналогов в мире ПВО все равно их не увидела. Либо все тоже доблестное ПВО, это бесполезный хлам, который нужно выбросить. Какой вариант больше нравится вам, уважаемые наши друзья, выбирайте сами.